С 1 сентября 2020 года в России действует механизм, позволяющий гражданам самим инициировать процедуру своего банкротства. Внесудебный порядок банкротства уже показал себя достаточно эффективным, поэтому законодатель периодически возвращается к правовым нормам в этой области. Чтобы актуализировать некоторые положения и привести их в соответствие с текущими реальными и социальными запросами общества. С ноября 2023 года были приняты новые условия для процедуры внесудебного банкротства, которые были направлены на расширение доступности этого процесса для граждан. Поправками расширяется диапазон задолженности, позволяющий гражданину инициировать процедуру внесудебного банкротства. В последнее время у нас участились случаи, подача по банкротству. У нас есть такая услуга признания гражданином банкротства в несудебном порядке. У нас также приходит много заявителей, но в основном это консультации, потому что критерии большие и мало какие категории подходят именно под списание. Там ограничение сумма у 25 тысяч до миллиона рублей, плюс еще вот эти открытые и закрытые производства, плюс сколько там, где прописан человек, потому что обращаются только по месту прописания. Обращаются за консультацией много людей, но, к сожалению, не все подходят под эту категорию, по которой можно принять заявление. Если ранее общий размер долга, допускающий обращение с заявлением о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, был установлен в пределах от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, то с 3 ноября его минимальный предел составит 25 тысяч рублей, а максимальный 1 миллион. Процедурой внесудебного банкротства может воспользоваться гражданин с оконченным исполнительным производством. Должно быть возбуждено уже производство в отношении этого человека, и оно должно быть уже либо закрыто, либо оно закрыто, либо открыто, но более года уже. Плюс человек должен являться пенсионером, то есть у него единственный доход – это его пенсия, либо же человек, у которого единственный доход – это пособие какое-то на ребенка, и он также уже более года у него открыто в судебное производство. Процедурой внесудебного банкротства может воспользоваться гражданин с пенсией, с пособием на ребенка, а также с неоконченным исполнительным производством, если исполнительный документ был выдан 7 или более лет назад, и требования по нему не исполнены или исполнены частично. При наличии оконченного исполнительного производства для прохождения процедуры внесудебного банкротства нужно подать заявление о признании банкротом многофункциональный центр, к заявлению приложить список кредиторов, дождаться размещения сведений в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. По истечении 6 месяцев процедура автоматически завершается, гражданин признается банкротом во внесудебном порядке. Эта же процедура для пенсионеров проходит следующим образом. Следует получить справку о получении пенсии и справку из банка, что требования по исполнительному документу не исполнены, подать заявление в МФЦ, дождаться размещения сведений в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. По истечении 6 месяцев ваши долги будут списаны. Для лиц, получающих пособие на ребенка для прохождения процедуры, необходимо получить справку о ежемесячном пособии, справку из банка, что требования по исполнительному документу не исполнены, подать заявление в МФЦ, дождаться размещения сведений в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Также по истечении 6 месяцев процедура банкротства автоматически завершится. После завершения процедуры внесудебного банкротства приостанавливается исполнение по требованиям кредиторов, прекращается начисление неустоек, приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина. КОНЕЦ